Телеканал КРТ представляет Но если биржу залить триллионами долларов у Трампа и Федеральной резервной системы пока получается, то даже поставив весь нефтедобывающий мир в позу Ирака, поднять цены на американскую нефть, в первую очередь сланцевую, пока не удалось. И виной тому катастрофическая нехватка в мире емкости для хранения добытой нефти. Последнее предложение Трампа в сфере углеводородов – платить американским добывающим компаниям за будущие объемы нефти и платить за отказ от добычи нефти. Свободная конкуренция? Нет, не слышали. А тем временем со спутника побережье США напоминает поле будущего морского боя. К нему плывут десятки супертанкеров Саудовской Аравии, а около берега их встречает армада танкеров, используемых в качестве емкости для хранения нефти. В качестве хранилищ уже используется даже трубопровод. Минэнерго США в апреле заключила соглашение с частными компаниями о хранении нефти в хранилищах Стратегического резерва США. Объем, разрешенный для размещения на год в этих хранилищах, составляет около 23 миллионов баррелей. Это примерно трехдневная ожидаемая мировая добыча нефти в мае и всего лишь половина объема нефти, которую везут в Штаты саудовские супертанкеры. На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США воспользуются историческим падением цен на нефть, чтобы купить 75 миллионов баррелей для пополнения национальных стратегических запасов. Купить не вопрос, где хранить. Более подробно о проблемах и перспективах мирового рынка нефти мы поговорим с экспертом в сфере энергетики, главным редактором сайта «Геоэнергетика» Борисом Марцинкевичем. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер, Борис. Либо действительно произойдет какая-то фрагментация. И в последнее время как-то все больше признаков того, что происходит именно последний вариант, потому что происходящее на североамериканском континенте, ведь там ситуация не только в Соединенных Штатах достаточно сложная, там и в Канаде все далеко не просто. У Мексики вообще отдельная оппозиция. Там действительно кризис переполненности всех хранилищ, причем как государственных, стратегических, так и коммерческих, он становится все острее. В то же время в регионе Юго-Восточной Азии, в которую, как известно, входит Китай, ситуация становится немножко другой. Там начинается оживление экономики не только в Китае, но и в других странах. То есть там наибольшая активность. И какое-то среднее положение занимает Европа, где ряд стран начал говорить о том, что в ближайшее время начнет восстановление экономики. Здесь тоже есть какие-то подвижки. Но пока сказать, что везде одинаковая позиция и что ситуация, складывающаяся, допустим, на Чикагской средевой бирже, коррелирует с тем, что происходит на Лондонской. Вот эта корреляция, которая раньше была достаточно плотная, она сейчас начинает как-то разрываться. То есть конденция не очень хорошая, с одной стороны. С другой стороны, до 1 мая, когда вступит в силу новые условия соглашения ОПЕК+, осталось не так много. И все-таки, мне кажется, что более понятно будет, что происходит именно где-то через неделю. Борис, вот май и июнь будут, с одной стороны, месяцами выхода из карантина. Ну и понятно, так сказать, восстановление производственных мощностей, что будет увеличивать спрос. С другой стороны, это 2 месяца сокращения добычи нефти анонсированного, к которому кто-то формально, кто-то неформально присоединился. То есть будет расти спрос, будет сокращаться предложение. Можно ли ожидать, что за эти 2 месяца как-то сбалансируется? Ну давайте так, для того, чтобы на этот вопрос ответить, достаточно посмотреть на то, что творится у побережья. Ну вот у побережья Калифорнии, последний раз я когда заглядывал, там уже около 40 кораблей. Приблизительно такое же столпотворение, если посмотреть у берегов Европы. И сейчас возникает третье скопление возле берегов Южной Кореи. В этом регионе, если не считать Китая, то именно в Южной Корее наибольшее количество нефтеперерабатывающих заводов. И вот они тоже уже не успевают ни принимать, ни перерабатывать эту нефть. Это первый момент. И второй момент, это нужно убирать тот навес, который возник в наземных хранилищах, которое сейчас во многих странах заполнено едва ли не на все 100%. Так что за два месяца вряд ли удастся это разгрести. И именно поэтому ОПЕК+, когда свое соглашение разрабатывал, он из этого исходил. Что начинается восстановление экономики, мы одновременно снижаем объем добычи, начинают скопившиеся запасы постепенно расходоваться. И пожелание ОПЕК+, что мировая медицина будет выводить одну страну из другой, из карантинных мер, с тем, чтобы постепенно вот этот навес снижался. Вот как вы оцените, сколько из 9 миллионов баррелей сланцевой нефти, которая добывалась, грубо говоря, в конце 2019 года, сколько к концу 2020 сохранится? Какие объемы сланцевые? По моим прикидкам, то, что к концу года штаты перестанут быть экспортерами нефти, это уже достаточно однозначно. То есть, как поставщик нефти на внешние рынки, штаты исчезнут точно. То есть, сокращение будет не меньше, чем 2-2,5 миллиона баррелей в сутки. Как говорится, неисповедимые пути капитала в глобальном мире. Благодарю вас, Порис. Спасибо.